Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы слышали евангельское чтение о том, как Господь долго учил народ, и настал вечер, и ученики сказали Господу, что надо их отпустить, чтобы они пошли в ближайшее селение, купили себе еды, потому что уже поздно, и они, конечно, проголодались. И Господь им говорит, не надо им никуда идти, вы им дайте есть. А у учеников нашлось всего пять хлебов. И вот Господь благословил, эти хлеба преломил, дал ученикам, а ученики раздавали людям пришедшим. И мы слышали сегодня, что здесь было около пяти тысяч только мужчин, не считая женщин и детей. И чтобы кому-то не показалось, что это галлюцинации, волшебство какое-то, что кому-то показалось это все, Господь попросил собрать объедки, и объедков набралось двенадцать коробов. О чем это повествование? И тут есть много смыслов, и вот один из смыслов, чего некоторые люди не замечают и не желают замечать. Господь питает народ не напрямую, не сам, а говорит ученикам, апостолам своим, вы им дайте. И, конечно же, образ вот этого хлеба, которым питает Господь, и всем хватает, все насыщаются и еще остается, это образ, о котором он постоянно говорит, о своем теле, что кто не ест мое тело, не пьет мою кровь, тот жизни вечной не наследует. И не кто-то преломляет хлебы и дает людям, а ученики, апостолы. И так в церкви установлено, что Господь установил эту иерархию церковную, что ученики, наследники учеников, это епископы и священники, преломляют хлеб и раздают людям. А не так, что собираются какие-то мужики ряженые и начинают преломлять хлеб. Там всякие попы-растриги, сектанты, супер-православные, очень православные, самые-самые православные. А есть и такие, которые просто дома говорят, а зачем мне в храмы идти, а зачем мне эти священники? Я и сам, я сейчас помолюсь, я тут хлеба поем, винишко выпью и все, я сам причащусь. Нет, Господь дает свое тело через своих учеников. И дает власть этим ученикам, мы в другом месте читаем, разрешать и запрещать. Вот так устроен мир. И второй смысл, который касается всех нас. Мы все в той или иной степени тоже наследники апостолов, мы все царственные священства, здесь статистов нет в храме, все мы молимся едиными устами и единим сердцем об одном и том же. Поэтому богослужение совершается вами, и без вас оно не совершается. И также служение Богу совершается конкретными людьми, членами церкви. И Господь питает своих людей, всех немощных, всех убогих, всех голодных, через нас, через каждого из нас, когда это потребуется. То есть, когда к нам подходит человек голодный, не надо ему говорить, иди, да, и найди себе пищу, иди и купи себе, иди заработай, а надо его накормить. И именно об этом вот Иоанн Златоуст и говорит, что когда вот всякий просящий просит у тебя, да, дай ему и забудь. И забудь. То есть, этот долг мы не просим. Это не касается других долгов. Это не значит, что всякий просящий на ресторан, на ипотеку, на кредиты какие-нибудь, еще на что-то. И мы должны ему давать и помогать. Я вот сейчас просто историю одну вспомнил, вот когда у человека нет рассуждения. Вот реальная ситуация. У одной бабушки внучка развелась мужем, не сохранила свою семью, неважно по каким причинам, осталась с детьми. И вот бабушка начинает со своей пенсии помогать внучке. Внучка привыкла жить хорошо. Ей все время что-то надо. И вот она все время что-то себе покупает, потребительские кредиты берет. Деткам кушать нечего, и бабушка кормит деток, внуков, правнуков, бедно-несчастные. Уже пришли эти вот, которые выбивают долги, господа, да. И уже бабушка отдает всю свою пенсию, все свои сбережения отдала, а внучка там айфлоны меняет, еще что-то покупает. Так вот, когда у нас кто-то что-то просит о помощи, это не значит, что мы должны вот таким людям давать. Вот пусть идут и работают, пусть думают головой, и мы должны тоже иметь рассуждения. Но если мы видим, что человек на самом деле нуждается, если человек голодает, то и бывает, и стесняется попросить, или просит долг на хлеб, тогда мы этот долг должны забыть, дать накормить человека и забыть. Вот таким образом тогда через нас Господь напитает своих чад. То есть во всем надо иметь рассуждения, внимательно читать Священное Писание, не придумывать себе, не фантазировать. Господь все прямо, без обедников нам объяснил. Будем умными, а ум и рассуждение – это смирение. То, что в православии называется одним словом – смирение. Аминь.